На этом примере я объясню, как делаются составные поверхности. Это поверхности, которые соединяются из нескольких простых поверхностей. Вот такую сделаем форму, которая как начинается с земли, заворачивается и опять возвращается на землю. Такой прием бывает, встречается. Вот так выглядит Definition. Он довольно простой. Сейчас будем его делать. Для начала создадим линии, по которым будет строиться эта простая поверхность. Вот на фасаде нарисуем. Вот здесь можно включать привязки. Вот этот снаб включает привязки к сетке. Вот сейчас включить. Вот так примерно. Теперь эту кривую делаю похожей на спираль. Вот так вот, раздвигая. Теперь надо скопировать. Вот уже есть крайние контуры. Ну и пускай еще одна будет посередине. Ну вот такая получается поверхность. Так, теперь эту поверхность можно задать ей толщину. Вот для этого, в этом и будет сейчас вообще сложность. То есть, в прошлом уроке мы задавали толщину с помощью экструд. Но в этом случае не подходит экструд, потому что он будет работать вот так. Он выдавливает только в одну сторону. Сейчас он выдавливает вверх. И получается вот такие вот косяки. То есть, он в прошлом уроке нормально подходил, потому что там была вся поверхность такая близкая к горизонтальной. А в этот раз уже не подходит. Надо что-то другое. Для этого случая есть такой вот более специальный инструмент. Оффсет. Он, в отличие от экструда, не в одном направлении выдавливает, а поверхность везде по нормальному выдавливает. Вот здесь на входе уже нету вектора. Есть только поверхность и расстояние, на которое выдавливается. Вот он как выдавливает. То есть, вот эта поверхность, которая была изначально, вот которая выдавилась. Но, в отличие от экструда, он не создает замкнутую поверхность сразу же. Просто создает новую поверхность. И нам еще надо вот эти ребра сейчас закрыть. Чтобы ребра закрыть, можно сделать вот так. То есть, ребро, вот это вот, чтобы закрыть, по сути, это нужно везде края этих поверхностей соединить как лофтом. Ну вот, можно просто взять лофт и соединить сюда две поверхности. Хотя здесь на входе и должна быть кривая, но если выключить вместо кривой туда поверхности, то он сразу превратит эти поверхности в контуры. Поэтому нормально замкнет. Ну вот, и теперь, здесь вот, на типы данных надо обращать внимание. Здесь была необрезанная поверхность. Здесь тоже была необрезанная поверхность. Так, а здесь уже... А, есть уже тип данных, BREP. BREP это составная поверхность. Составная поверхность, она состоит из нескольких простых. Может состоять из обрезанных, может из необрезанных состоять. Чтобы посмотреть, из каких компонентов состоит составная поверхность, есть такой инструмент BREP Components. То есть, он разбивает составную поверхность на простые. Вот здесь мы видим, что вот эта поверхность, она состоит из четырёх простых. Вот которые ребра. Посмотреть, чтобы каждую. Берём так. Вот нулевая, первая, вторая, третья. Чтобы её объединить, вот у нас одна составная поверхность и две простые поверхности. Внешняя и внутренняя. Чтобы их всех объединить, их можно всех объединить опять в ещё более сложную составную поверхность. Для этого вот такой инструмент. Тоже во вкладке поверхности объединить поверхность. Тут на входе просто надо все в один вход втыкать. И получается на входе одна составная поверхность. Повторяем поверхность. И она уже закрытая. Он пишет, что закрытая. Потому что она закрытая. И у закрытой, ну, очевидно, что отличие закрытой, то, что у неё можно посчитать объём в отличии от открытой. Вот у закрытой объём считается, у открытой не считается. Ну и также логично, что площадь можно посчитать и у той, и у другой. Так что если нам нужно для каких-то целей считать объем, то нужно обязательно, чтобы составная поверхность была закрытая. И у составной поверхности уже не будут работать вот эти вот штуки, где там сетку натянуть, где точки создать. Они уже не работают, потому что она состоит из нескольких поверхностей. Но ее можно разбить опять вот этим вот инструментом, Grab Components. Вот он разбил на шесть простых поверхностей. И для них уже можно, для этих отдельных поверхностей уже можно использовать все эти инструменты. Только они для каждой поверхности отдельно будут. То есть отдельно для внешней, отдельно для вот этого ребра, отдельно для внутренней. Ну и теперь можно поискать форму. И сейчас на самом деле должна возникнуть одна проблема, которую сейчас объясню, как решать. Ну вот как-то так. Вот, началось. Сейчас, значит, я вот эту скрою, оставлю только ребро. Оно вот здесь вот уже неправильно строится. Строится неровно. Чтобы этого избежать, можно сделать вот так. Вот эти линии, которые в самом начале были, их взять и перестроить. Можно перестроить вот так, просто разбить их на точки, допустим, на 100. И потом по этим точкам опять восстановить сплайны. Получатся практически те же самые линии. То есть они... Ну, просто мы, как бы, обвели старые линии. Но они теперь уже... Они уже в графскопере построены, а не в райне. Поэтому они... У них точки все через равные расстояния. И когда по этим точкам строится линия, то, как бы, координаты линии... Координаты на линии, они уже через... Тоже через равные промежутки. Поэтому по ним лофт уже строится ровно. Только надо флэтом сделать. И теперь уже все строится нормально. Потому что если напрямую использовать линии, которые были построены в райне, там есть некоторые косяки с координатами на линии. Ну, поэтому во время построения там появляются ошибки, которые потом проявляются в таком виде. Ну, вот, теперь все строится ровно. Но вместо вот этой вот конструкции есть заменитель более простой. Тоже в группе кривые. Rebuild называется. Перестроить кривую. Он работает точно так же, как если вот так сделать. Только здесь включаем сюда кривую, а сюда количество точек, которые он создает на кривой. Получаем то же самое. А это можно убрать. А это можно убрать.